Всем привет, с вами Олег Соловах и Никита Петров. В очередной раз съездил я на несколько турниров, ну, если быть точным, то на два. И вот мы с Олегом решили записать такое видео. В этот раз я не буду говорить, что оно будет коротким, потому что не хочу обманывать наших зрителей. Но вряд ли это будет так, было сыграно четырёх. Да. Было сыграно четырнадцать партий, причём с классическим контролем. То есть, ну, я думаю, что придётся снова разбивать это видео на несколько частей, и выкладывать несколько порций в группу. По крайней мере... Это был интересный сериал. Да. Ну, насколько интересно, это в первую очередь зависит, конечно, от качества партии. Некоторые... были некоторые интересные фрагменты, я думаю, что некоторые из вас, может быть, оценят. А пока пару слов о турнирах. Я играл в двух турнирах. Первая из них, это была короткая, четырёхдневная швейцарка. Ну, с классическим контролем, но по два тура в день. В швейцарском городе Лугана. Швейцарка в швейцарском городе. Такое случается. Это нормально. Да, с не очень сильным составом, прошу прощения. То есть, я был второй стартовый номер. Нет, прошу прощения, был третий стартовый номер, на самом деле. Но был всего лишь один гроссмейстер. То есть, турнир на Мальте был посильнее. Но, тем не менее, как ни странно, я, пожалуй, интересных фрагментов Лугана было больше. Даже несмотря на то, что партии туров было меньше. Ну, поскольку, как я уже сказал, состав был не очень сильный, то в первом туре мне дали человека с невыдающимся рейтингом 1826. Это где-то на уровне второго разряда, да? Ну, скажем так, должно быть так, но в итоге этот человек набрал 3 из 5 в этом турнире. Ничего себе. То есть, ну, по ощущениям, где-то на 2000 он играет. Может быть, немножко сильнее даже. А, то есть, просто, видимо, неудачный стартовый рейтинг получил. Ну, тут вообще какая-то странноватая ситуация с этими рейтингами в Европе. Я так и не могу понять, что с ними происходит. У некоторых они сильно завышены, у некоторых сильно занижены. Понятно. Ну, в общем, дали мне в первом туре белый цвет, поскольку был третий номер. Нечетный. Решил сыграть Е4. После Ц5 уже практически взялся за пешку Д. Гамбит Мора. Да. Но в итоге Гамбита Мора не получилось, хотя получилась позиция, которая характерна для Гамбита Мора. То есть, получилась позиция из отказанного Гамбита Мора, но через другой порядок ходов. А, а Лапина получился. Да. А от Д4 я отказался в последний момент уже за доской. Потому что... Потому что люди вот с такими рейтингами, почему-то, среди них очень популярна система с Д3. То есть... Ну, такой вот отказанный. А, не брать от Д3, я понял. Да, то есть, такой вариант существует, но... То есть, он, видимо, не уравнивает за черных. Но другое дело, что в нем получается позиция вот какого-то такого типа. Которые, во-первых, достаточно, ну, по сравнению с другими вариантами Гамбита Мора, они не слишком веселые. Ну, и выиграть от них быстро не получится, скажем так. Такой вот зажим Марацы. Ну, достаточно выгодный для белых, но тем не менее, ничего особенного. Ну да, структуру Марацы. Поэтому я решил проверить СД3. Ну, должен сказать, что для... Свешников, да? Вообще, вариант Алапина все-таки, наверное. Свешников занимался его разработкой там в 20 веке. 30 лет, наверное, подряд. Играл и разрабатывал этот вариант. Но... Называет его все-таки вариантом Алапина, видимо, в честь первого шахматиста, который так сыграл. Ну, краткая историческая справка, что Семен Алапин это русский мастер конца 19 века. Прошу прощения за неполадки. Да, просим прощения. Серьезные технические неполадки у нас. Ну, точнее, у меня в Женеве с интернетом. Не знаю, сколько времени позволит он подряд записывать видеоролик. Так что постараюсь достаточно в темпе говорить, чтобы постараться вот уложить вот одну такую серию, одну партию. После С3 мой оппонент избрал популярный. Ну, один из самых популярных, пожалуй, сейчас ответ за счет на коне Ф6. Ну, вторая бы популярность, в какой-то момент он был первым, является ход Д5. После чего, получается, совершенно другие позиции. Здесь основная линия возникает после ходов Д4, конь Ц6, конь Ф3. Ну, и по состоянию на данный момент считается, что белые здесь не добираются перевес. Но я обычно играю конь Ф3 сразу, и на конь Ц6 конь А3. То есть, такая ядовитая схема, в подробности вдаваться сейчас не буду, но скажу, что... Крайне мере, очень часто является неприятным сюрпризом для черных, потому что обычно черные знакомы с Т1 после Д4, а вот здесь они начинают думать сами уже за доской. То есть, два раза против меня в классику люди играли Ф3 с Д8. Ну, понятно, что Ф3 с Д8 хорошим коном быть в этой позиции не может. Ну, и я обе партии достаточно легко выиграл. Ну да, а конь куда же не кидет, на Б5 или на Ц6, да? Ну, это зависит от ситуации. Вот, например, компьютер поначалу очень оптимистично настроен касательно варианта слон Ж4 в этой позиции. И на слон Е2, Е5. Однако вариант, как ни странно, я думаю, что достаточно слабый. Белые здесь получают перевес. После хода конь С2. Обратите внимание, что Ф3 с Д5 и слон Ж4 попадают под билку в варианты. Черным приходится идти на стратегические уступки. Поэтому так играть не стоит. Ну, самое безопасное, по-моему, Е6 за черных. Но очень часто люди пытаются играть активнее. Лоу! Да. Лоу. Так, снова. Простите, прощение. Е2-1. Не будем в этот раз извиняться за технические неполадки. Я думаю, что все понимают. Все. Сыграно в партии было конь Ф6. После Е5 конь Д5. Здесь у белых две основные возможности. Конь Ф3, Д4. В партии сыграл... После конь Ф3. Преимущество хода конь Ф3 в том, что, например, после конь С6. У белых есть ответ на С4. На конь Б6 слон Б3. В общем-то, достаточно долго эта позиция считалась не опасной для черных. Потому что... Есть вот такой вот ответ С4, С2, Ф3, С7. С идеей отобрать эту пешку на Е5. И основная теория продолжается здесь. Ферзь Е2 с Ж5. После чего у черных... Ну, насколько мне известна неплохая позиция. Ну... Если кто-то вдруг играет вариант С3 в сцелянке, то я могу порекомендовать вот такую вот новинку. Ну, не новинку, но крайне редко встречающийся ход 2-0. Да, жертопешки. Обратите внимание, что Ж5 абсолютно бессмысленно, потому что... Ну, как бы это сказать. Потому что белые не были, скажем так, вынуждены играть Ферзь Е2. То есть, вот если сравнить с этой теоретической позицией... То у белых сделан крайне бесполезный ход Ферзь Е2 вместо крайне полезного хода короткой акюровки. То есть, после Ж5, Кунь, Ж5 у белых у вас комфортный перевес. Поверьте, скажем так, на сладуше. Подтверждающие эту оценку варианты достаточно... Достаточно долго и сложно приводить. Поэтому надо играть Кунь Е5 черными. Раневый рейтом принципиальный. Вот после Кунь Е5, Ферзь Е5, Ладья Е1, Ферзь С7... Вообще говоря, позиция на первый взгляд выглядит так, как будто никакой компенсации у белых нет. Ну, с такими фигурами Ферзьева фланга. Так, прошу прощения. Но, однако, вот... Если приглядеться к позиции понимательнее и еще проверить это все с движком... То, вот, оказывается, что после хода А4... Вчера нет комфортного способа завершить развитие. Потому что, ну, самый естественный ход Е6 в этой позиции. Д3... Это Д-Ферзь Д3... И там любой ход, но дело в том, что черные не успевают комфортно... Ну, они не могут комфортно сделать рахеровку. Потому что получат мат на H7. Чтобы не получить мат на H7, приходится принимать какие-то довольно странные меры. В общем, белых тут компенсация настолько серьезная, что, пожалуй, они могут бороться за перерез. Ну, да, Д5 не сыграешь. Да, Д5 напарывается на А5 и Ферзь Д5. Да, да, да. Мы говорим, мы будем сыграть. Да, и материалы уже поровну, и... А проблемы у черных все те же самые остаются. Ну, то есть, даже сыграть там слон Е7 как-то, то все равно... Белые могут уже попытаться перестроиться. И может быть сыграть А5, конь Д5, С4, конь Ф6, конь С3 на позиционный зажим. Но проще всего, я думаю, просто конь А3 сыграть. Конь идет как-то на В5. Если А6, то А5, конь Д5, конь С4. В общем, эта позиция неприятная, да, черно. Да. Это вот преимущество порядка ходов с ходом конь Н3. Понятное дело, что имеем преимущество, есть и недостатки. Например, вот в этой вот позиции, после конь С6, С4, конь Б6, С3, черные могут сыграть Д5 сразу. И вот этот вариант для них выгодней, чем его аналог из варианта с ходом Д4. То есть, я говорю о том, что после Д4, как было сыграно в партии. ЦД, конь Ф3. Здесь мой заперник сыграл Е6. Но самый популярный ход конь С6. С4, конь Б6, конь Б3. Здесь принятие жертвы пешки очень опасно для черных, поэтому обычно играют Д5. ЕД, ЕД, КРД6, 2, 0. И вот, ну тут, у меня даже были в этом году партии на эту тему против Грассмейстера. В общем, черного не так просто уравнять. То есть, им надо знать довольно много теории. И использовать только здравый смысл, то найти эти ходы довольно тяжело. То есть, здесь надо играть слон Е6, видимо. Конь А3. Здесь очень хочется побить на Б3. Ну или, может быть, что-то другое сделать. Вот Грассмейстер Сереж. Венгерский против меня играл слон Д5. И проиграл достаточно быстро. Ну, черные, скорее всего, уравнивают после единственного хода ДЦ. Тут белых не стерят возможность. И можно сыграть Ферзь Е2. С идеей развить какую-то атаку. Но это связано с жертвой уже двух пешек. То есть, достаточно рискованно. Белые могут сыграть без особенного риска. То есть, он Е6. Опять же, Ферзь Е6, конь Б5. Неприятно для черных. Я в данном длинном видеоролике. И уже во втором турнире, который был сыгран на Вальте. Была у меня такая партия. У нее была сыграна Ферзь Е6, конь Б5. Но я тоже выиграл эту партию достаточно легко. Подробнее об этом варианте пойдет речь. Вот в той партии, я думаю. А здесь скажу, что надо играть Ферзь Д1. Слон Ф7 напрашивается, но слабо. Потому что только помогает развитию черных. Надо бить Ферзя. ФЕ. БЦ. Ну и вот, несмотря на лишнюю пешку у черных и отсутствие непосредственных выбросов, здесь надо еще несколько точных ходов найти, чтобы уравнять. И первый из них это ход А6. Ну, позвольте уже... Да, что сон же цвета отнимают. Вот это уже довольно давно, скажем так, неизведанная территория. Хода 2-3 как. Все это мои анализы. Может быть, не только мои, но... По крайней мере, в реальных партиях это не встречалось. Не то, что ход А6 точно, а даже вот, по-моему, была его эта позиция. Поэтому, если ваш цвета не знаком с этим вариантом, то в ряду А6 сыграет. Ну и даже здесь можно нагнетать давление, как-то конь Б5 сыграет. Спасибо, ладя Б. С ладя Б1 с угрозой конь А7. Можно и конь ладя Б1. Да, с ладя Б4, кстати, наверное, не очень хорошо, потому что конь Б5 пройдет с темпом. А темпы в циклового рода позициях теряют нежелательно. Потому что следующим ходом еще глядят, бросят коня с Б5, и как-то это все нехорошо. Ну да. Да, за белых тоже надо достаточно аккуратно действовать, потому что можно остаться и без компенсации. Это не точно игры. Ну вот. А, и такой маленький момент. Недавно мы созванивались с Петром Андреевым, и он показывал мне свои партии с шахматной планеты. То он получал эту позицию через Гамбит Мора. Кстати, обратите внимание, если глядить Гамбит Мора, то вот белые лишены вот этого порядка ходов с конь Ф3 без Д4. Потому что пешка была пожертвовала значительно раньше. Ну и вот, Петя здесь играл в Солнце 4, в основном в интернет-блице. И с достаточно неплохими результатами. На самом деле, ход в Солнце 4 довольно грубая ошибка. Ну, хорошо скажу, по крайней мере, что это серьезная неточность. Ну, и надо сказать, что опровержение этого хода достаточно интересно. Вот, Олег, маленькое такое упражнение тактическое. Ну, такое, полутактическое. Как черным здесь получить перерез? Как черным получить перерез? Да. Так, сейчас я смотрю. То есть, Солнце 4 это ход плохой, да? Ну, да. Скажем так, белым предстоит тяжелая борьба за равенство этой позиции. Но только при правильном ответе черных. Как интересно. Видимо, какой-то должен быть... Не, ну, конь Б6, наверное, это вряд ли. Ну, конь Б6 это то, что все шахматисты играли против Пети. И как раз после слона Б3, конь С6, конь Ф3, получалась позиция, о которой я говорил, с перестановкой ходов. Так что, ничего с этим. А как раз так надо здесь играть? Подожди. Так, конь Хи. Ну, должен сказать, что решение простое, но достаточно нестандартное. То есть, такое редко увидишь на пятом ходу черным. А, то есть, какой-то нестандартный ход? Ну, да, ну, черно все по местам стоит. То есть, это не может быть что-то совсем экстрелагантное. Белые просто съедят коня и все. Но, скажем так, немножко неожиданное. То есть, Петя в этом ходе не знал, и его соперники в Близбарте... Ну, мы тоже пока не видим. Ферзь А5 может быть такой. Мы тут вообще... Ферзь А5... Ферзь А5. А, подожди, может быть, Ферзь С7 просто? Ну, вот, да. Или Ферзь С7. Подожди, Ферзь С7 на паре. Если слон Д5, то Ферзь Е5. Ну, да, Ферзь С7 правильный ход. А, то есть, все-таки, Ферзь Д4? Да, Олег... А, Ферзь Д4. Ну, есть такой вариант. Туда конь Б6, и в следующем ходу конь С6 на Е5 зависел. Ну, то есть, вот вариант. А, вот. Вот, как раз, все прогружение, да. Да, ну, тут белые пытаются какие-то ухищрения придумывать. То есть, я видел, как люди на полном серьезе играли слон Б5 в этой позиции. То есть, конь С6... А, если А6, то слон Е3. Ну, это, в общем, все довольно забавно. И, может быть, не так плохо за белых. Но самое простое сыграть конь С6. И после слон С6 ДЦ у белых не двух слонов. Ну, в общем, все довольно плачевно для них. Уже здесь предстоит база района. Ну, что сейчас слон выйдет на Е5, пешка на Е6, сладья на Д8. Белые поля свистят. То есть, без голопольника белым никакой атаки не развить, но... Угу. В общем... Значит, понятно. А основной вариант, значит, понятно, что Ферзь Д4 явно. Потому что если Ферзь Д7, слон бьет Д5, то Ферзь Д5. Промежуток такой. А, а... А, а... Основной вариант сейчас... Ферзь Д5 повисел на Ж2. Да, давай я покажу этот вариант. То есть, слон Д5 ты имеешь в виду? Ну, да. Ферзь Д5, Ферзь Д5... Ну... Как? Конь Е2. Ферзь Д5. Конь Е2, наверное. Да, ну... Ферзь Д5, но Ж2 повисло. Да, ну... Ферзь Д5 повисел на Ж2. Ферзь Д5 повисел на Ж2. Это может быть не настолько плохо для Бела, потому что после архировки пешка отыграется. Но ни о каком перевесе речь не идет. Потому что сейчас получится изолятор на Д4 без особой активности за него, скажем так. Ну, есть контрагра, но ничего хорошего. Основной ход за Белых Херзь Е2. Такой, немножко похитрее. На Е5 защитили и слона защитили. Но, в общем, для всех вот... А первых, у черных есть ход конь Б6. И на слон Б3 Д3. Такой достаточно нестандартный ресурс. Ну и... Да, Е5 сам может не видеть. Да, и черные здесь достаточно легко уравняют, я думаю. По меньшей мере. Ферзь Е4 какой-то. Ферзь Е4 конь С6. Белых... Белым еще, в принципе, потратить время, чтобы потом кем-то другим забирать эту пешку на Д3. Потому что Ферзь Е4 будет цепляться за эту пешку. Ну, в общем, поверите на слово, так Белым играть не стоит. Я как-то слишком много сегодня прошу поверить не на слово, да? Ну, не так вообще. Так, если нам надо перевернуть доступ, а что играл Белым? Такое было лирическое отступление. Да. Очень продолжительное, пожалуй. В общем, посмотрел, как она, видимо, все самое интересное было в Д3. Нет. Как раз таки. Я должен сказать, что вообще-то достаточно... Я... Да, думаю, что вот перед тем, как я выложу это видео, я сделаю анонс группу с пятью позициями тактическими на решение. И все эти пять позиций будут из моих партий. Вот из этих двух турниров. Ну, Олег не будет, я надеюсь, писать в комментариях решение, потому что он-то после записи ролика будет все знать, а вот все остальные нет. Ну, в партии был соревновательный, а у них три Е6. Вообще, упытует мнение, что Е6 ход не то, что второсортный, но чуть-чуть такой податливый в том плане, что белые получают комфортную игру. В общем, несмотря на все это Е6, это тот ход, который я играю в основном черными, когда сталкиваюсь с этим вариантом, потому что я достаточно часто играю черными сицилианку. Но, во-вторых, дело в том, что белые могут немножко перехитрить черных. Это еще одно лирическое отступление, которое, наверное, всех уже порядком, всем порядком надоели. Дело в том, что белые могут попытаться обмануть черных таким образом. Они могут играть конь F3, делая вид, что они идут в открытую сицилианку. И теперь на ход Е6 или на ход конь C6 сыграть C3 и перейти в Аллатвину. Если после конь C6 C3 особо ничего не меняется, то есть это изменение не в пользу белых, не в пользу черных. Просто немножко другие позиции. После хода Е6 черные в варианте C3 вынуждаются, уже вынуждаются вот к этой позиции. То есть они уже поставили пешку на Е6. Поэтому, если вы играете Е6 в ответ на открытую сицилианку, то есть смысл выучить вот эту схему за черных и не учить никакой другой. Потому что все равно вам придется что-то иметь вот в этой позиции черными. Иначе вас будут постоянно обманывать в дебюте. Это вот такой маленький вопрос касательно порядка ходов. С другой стороны, вообще это важное замечание насчет порядка ходов в различных дебютах. Дело в том, что и белые и черные в разных дебютах могут хитрить по-разному. Но чаще всего, ну как и в жизни, если вы что-то приобретаете, вы что-то отдаете. Вот, скажем так, например, здесь белые сыграют в хуньев 3, если они хотят перейти к Алапину. И черные каким-то образом почувствовали, что белые хотят перейти в Алапину. Ну или может быть посмотрели партии, по базе пробили. Они могут сыграть в Д6. И здесь Алапин не работает. В смысле есть такая схема, но это совсем не то. Потому что белые Е5 не проведут. И придется, ну есть такой вариант слон Д3, но... Ну это даже выглядит не... Это даже выглядит не... Нет, ну идея, что слон потом идет на С2, а белые как-то Д4 проводят. Но в общем, у черных здесь примерно 5 способов уравнять и еще 2 способа побороться за перерез. В Б5 сверст, есть хот или нет? С хоном Б5 я не сталкивался еще в этой позиции. А что если белые сведят пешку? Ну кроме Д4. Короля возьму. А, футуешь, шаг же, да. Все. Да, ну... Я не... Да, но это забавное предложение, я думаю, разнообразит наш видеоролик. Люди там повеселятся, может быть. Ну да. Я думаю, что после слон Д7, черных, как и странно, вот за счет этого выигранного темпа, может какая-то компенсация возникнуть. Ну просто для таких мер нет никакой нужды. Можно сыграть кунь Ц6 и уравнять спокойно. Ну конечно, ничего не говори. Да. Ну вот, это еще одно логическое отступление. Я постараюсь в дальнейшем поменьше отступать. После Е6, СД, Д6. Все-таки придется еще один раз. Д6, даже два. Я сыграю в Б6, черными. И получу... Имея довольно плохие практически результаты, но в Б6 это в некоторой степени риск. Потому что... Я знаком здесь с одним способом за белых получить перевес. Довольно малоизвестным и малоисследованным. То есть так никто не играет ни в Близз, ни в Классику, нигде. Я ни разу еще сколько партий сыграл в трехминутках в этой позиции на планете, там везде. И ни разу против меня здесь не сыграли самый опасный вариант. Но тем не менее, вот знайте, что он существует. Это вариант СС-4. СС-4 против меня, конечно, играли. Слон Б7, 2-0. И эта позиция тоже встречалась. И после СС-7 против меня никто еще не исполнил. Здесь правильный ход за белых. Олег, может быть ты будешь первый? Че, правильный ход за белых? Да. Ну, это скорее такое... Это не тактика. Это скорее такое стратегическое решение. Слон Б5. И на слон Д5? Он С3. Да, СС-4. Так. Слон Б5 не введено. Так, видишь, кто здесь? Может быть Д5? Ладно, в общем, я не буду дальше издеваться над эти позиции. В том плане, что... Ну, Слон Б5-то выглядит сильно, мне кажется, да? Конец бить, и потом Конец Ари сразу с темпом. Если слон уходит по линии, то Д5 идет. Да, я немного удивлен в том плане, что... Ну, для меня это абсолютно не выглядит, естественно. Добровольно отдать слона за коня. И отдать все белые поля. Нет, больше сильнейшим сейчас считается. Вот я правильно, да, сказал? Да, сказал правильно. А откуда информация? Нет, информация... Я просто искал стратегическое решение. Оно стратегическое решение... Знаешь, вот в парке была такая Карпова, разбиралась в книжке Котова, где там, допустим, сыграли G6 там кто-то. И Карпов, короче, когда слона на B2 вывел до этого... А, и потом бы добровольно выменял на F6. Понятно. Да, добровольно выменял на F6 и просто сделал, это... Ну, сдвоение пешек, и после этого просто перекатал соперника. То есть, он вторым ходом вывел, как бы, там, слона, допустим, на B2. Соперник пошел G6, и он тут же, когда вывел слона на B2, побил на M6, поменял сильного слона на коня, но в результате портил пешки и имел с виду конкретный замок. Здесь вот тоже я вижу просто, что после слона на D5, слон на D5 в конце 3 идет с темпом. И после D5 очень важно. И здесь получается так, что... Ну, как бы, не получается того, что, как ты говоришь, вот, делай полясь на себя. Да. В общем, пока за доской никто этого не исполнил. Против меня. А касательно... Соники на F4 все-таки. D5 или все-таки жертвуется качество, или все-таки E1? Молодей E1, и потом D5 следующим ходом. Черные не успевают сами D5 поставить, потому что E, D, слон, D6, и D5, и черный король в центре остается. Ну, а касательно партии Карпова, если я не ошибаюсь, я могу ошибаться, потому что, видимо, я не читал данную книгу Котова. Я читал одну книгу Котова только. Эта книжка называлась «Райский самоцвет». Да, эту я не читал. В общем, дело в том, что была такая позиция. И вот здесь вот Карпов выбил на F6. Да, на F6, да. Ну, должен сказать, что это выглядит намного естественнее, потому что у черных образуется Дарина, D5 просто. И потом Карпов, насколько я помню, поставил конь C3, G3, слон, G2, E3, конь E2, конь F4. Пока не я пытался чего-то такого добиться. Ну и выиграл. У Бирна, по-моему, выиграл. Я не помню точно у кого, но такую хорошую позиционную партию. Желающие могут пробить вот эту позицию по базе, ну, найти партию Карповой, посмотреть. Достаточно полезно будет. Но на мой взгляд, ход слона F6 выглядит более естественно, чем ход слона D5, эта позиция. Ну, это, конечно, наверное, дело вкуса. Дело позиционных ориентиров каждого. Ну, да нет, ну ты мне как сказал, что это стратегическое решение, я сразу... Олег меня порадовал, в общем, сегодня в стратегическом настроении, не в тактическом. Ну, в общем, у меня башка уже левает ночь на дворе, у меня сейчас время, между прочим, час тридцать семь. Час тридцать семь. Мы его время. Ну, это не так страшно. А, нет, два тридцать семь, извиняюсь, два тридцать семь. Это час тридцать семь, это Москвы? Да, ну, хорошо. В общем, Олегу предстоит долгая бессонная ночь. Вам предстоят, я думаю, долгие мучения в процессе просмотра этих роликов. Ну, а мой спиртный срок D6. В бедах, здесь есть два основных ответа, конь С3 и С4. Я не буду подробно останавливаться на ходе конь С3, в первую очередь, потому что сам ничего не знаю там. Я всегда играю С4. И вот тут последнее уже, последнее, сто процентов, железно-последнее лирическое отступление дебютное в этой партии. Сопередим, сыграл конь С6, что с огромным запасом является основным ходом в этой позиции, самым популярным. Но последнее дебютное изыскание сильных гроссмейстеров, вот это раз уже абсолютно не мои анализы, это просто то, что в последнее время стало широко известно. То, что ход конь С6 не очень точный. Потому что в партии, вот то, что получилось в партии, конь С6, 2-0, слон Е7, ферзь Е2, 2-0, ферзь Е4, считается немножко неприятно для черных, потому что белые давят на королевском фланге. Не сильно, но давят. Те же 4, слон Е6, в общем разные такие идеи, медленные атаки фигурные на королевском фланге. А у черных нет особого плана. То есть они могут попытаться грамотно поставить фигуры, вынудить белых поменяться и получить равную симметричную позицию и попытаться обстоять ничью. Ну эта позиция практически равная, но обычно черных она не очень приличает, поэтому стали играть слон Е7 здесь. Сейчас объясню в чем дело. После 2-0-2-0, если белые пытаются играть по образцу вот этого варианта, с конь С6, ферзь Е2, то у черных есть очень неожиданный и очень сильный ход в Б6. После чего белых нет перевеса, потому что слон отличный очень быстро выходит на Б7, а конь на Д7. То есть конь не перегораживает слону, это диагональ с поля С6. Да, кстати, важный нюанс. Ферзь Е4 и просто слон Б7. Да, и второй важный нюанс, потому что после слон Д5 ЕД ферзь будет наколон на С6 вариантах. Поэтому с легкой, не знаю, с легкой или не с легкой, но в общем, с подачи хорватского гроссмейстера Хрвоя Стеевича, некоторые люди, в том числе сильный белорусский гроссмейстер Сергей Жигалко, экс-семисотник или даже действующий Семисотник, стал играть в этой позиции ладья Е1. И теперь после Б6 белые, на мой взгляд, получают перевес. Ну и, видимо, по мнению гроссмейстера Хрвоя Стеевича тоже получают перерес в С6 ЛД5 ЕД конь С3, потому что это немножко другая позиция, ферзь не накалывается, ладья ушла на более выгодную позицию. То есть белые оставили все планы атаки на короля. Но вот в примерном варианте слон Е6 или слон Б7, слон Ф4. В общем, это довольно тяжело поверить, и движок сначала не поддержит то, что вот я скажу. Но, тем не менее, у белых кревец достаточно комфортный. Вы можете, если вы мне не верите, можете посмотреть партию Стеевич-Кожул 2014 года. Интересно, а за счет чего здесь Никита перерес убьет? А это вот большая загадка. Никто не может это объяснить нормально. Ну, видимо, за счет того, что вот в структуре, вот в такой вот структуре, я сделаю за белых сознательно немного слабые ходы. То есть нет смысла вынуждать это так быстро. Ну, вот в такой структуре с двумя изоляторами. Это еще известно со времен матча Каспаров-Карпов. Ну, может быть, кто-нибудь помнит комбинацию Каспарова, где он записал, где он долго думал, еще были тогда партии откладывались, то есть он долго думал, какой ход записать, и провел вот эту комбинацию с конь Д7, конь Ф8. С Жертвы Ладьи. Не помнишь, Олег? Классика какой-то там 80... Я не помню, какой именно матч, но это классическая партия. И, понятное дело, что Каспаров дома нашел эту комбинацию. Надеялся, что Каспаров этот ход не записал, но оказалось, что он его записал. И все очень были восхищены. Ну, красивая комбинация, действительно. И эту партию все помнят, как раз по этой комбинации, но я помню ее, потому что в ней вот была вот такая структура. Дело в том, что, возможно, у белых останется конь против слона. Слон на Е6 пассивный, потому что он должен все время защищать эту пешку. Напасть на Д4 черным тяжело, потому что у них нет чернопольных фигур. Скажем, фигур, которые легко нападать по черным полям. Еще потенциально у черных дра на поле С6, потому что пешка на Б6 стоит хуже, чем пешка на Б7. Даже вот эта позиция после неоптимальных ходов черных, она вот, поверьте, она немножко неприятная для разыгрывания. Ну, а к тому же белые могут похитрить и сократить ладья С1, например. И высветить то, что конь на С6 подвисает. Может быть, заставить поменяться сразу. Ну, я понимаю, что я, наверное, не очень убедил. Дело в том, что я сам не особо понимаю, почему здесь у белых такой комфортный перевес. И особо никто не понимает. То есть я беседовал на эту тему с одним сильным гроссмейстером, не буду говорить его имени, но с трейтингом за 2,650 беседовал вживую. И он тоже не очень понимает, в чем здесь дело. Ну, в общем, опять же, в который уже раз трейтинг не нашло. За трейтинг молот. Да, поэтому после ладья С1 черный молот сыграть конь С6. Белые не получают вот этой идеи с ферзей С4. Именно поэтому слон Е7 сильнее, чем конь С6 сразу. Я... Здесь белые пробовали разные ходы, но я... Против меня играли эту позицию. И Блиц, и пропит, в классику полном нет. Я играл ЕД. Слон Д6, конь С3. Ну и для Блица это неплохая позиция за белых, потому что, ну, вот эти вот структуры, они выгоднее для белых в Блице, потому что они будут атаковать на королевском фланге. А атаковать на королевском фланге всегда проще, Блиц, чем играть против слабости пешки С3. Ну, а объективно белых в Блице это никакого перерез тут. То есть, на мой взгляд, это один из немногих путей, прямых путей к уравнению за черных в этом варианте. Рекомендую. В партии было сыграно конь С6, 2-0 смоли С7, ферзи Е2, 2-0, ферзи Е4. И получилась вот эта вот типичная ситуация. Еще одно маленькое упражнение. Но это даже не упражнение, очень большой выбор возможностей. Мне просто интересно, какой ход здесь предложит Олег. Так, за черных или за белых? За черных. За черных конь ДБ4. Конь ДБ4. С угрозой, видимо, Д5. Правильно? Ну да. Оригинально. Е3 дать. ЕД. Так, ЕД, ну, подожди. А, там словно мне, словно мне, словно нет, словно нет, словно В4 или подожди. Как раз в углу до 6? Конь Д6. Конь Центрый. Меня в данной позиции учетно все хорошо, но меня волнует судьба к необычуще. меня на полу это столько сильно что я готов но чем практически убежден убежден то что белый серьезный перевес ну что да видимо никто потому что черный непонятный секунд такси если фигуры делать хорошо значит не поняли б4 там уже есть промежуток января да так степичный день я играл в регионе позицию с похожим с похожей структурой и то что пришлось еда играть даже в менее выгодной ситуации для белых все равно получилось комфортно то есть так как же сыграть с логеряне вообще грозит или нет вот вот это очень важный вопрос он важен для понимания этой позиции вообще грозит слон д3 или нет вот это ключевой вывод который черном желательно сделать в этой позиции потому что еф конь f6 и все нормально кстати обратите тогда может быть имеется возможность сыграть конь а5 например конь а5 а белые могут передувать и съесть пешку на d5 и конь на а5 довольно глупо стоит для этого варианта согласен так тогда подожди тогда можно просто на е5 съесть на е5 съесть это то что сыграл мой соперник а это 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 неплохой ход но не сильнейший скажем так не один даже не один из сильнейших все сильнейшие ходы они все очень-то сводятся к одной и той же идее не буду мучить к сожалению нельзя сразу сыграть нельзя потому что е6 да я покажу тренд потому что после еф конь f6 вроде бы с темпом но на самом деле не с темпом темп кунг-фу белых лучше нашего кунг-фу ну иб6 тоже не отойдет потому что уже слон d3 проходит уже нет хода f5 ну так иб6 очень часто хоть у меня играют в блиц и на слон d3 и g6 но это плохая позиция черных ну не плохая но некомфортная неприятная да тогда вообще не знаю что это у вас ну а вот должен сказать что мой соперник практически осилил эту идею но все таки не совсем ну d9 правильно да? да е нет не совсем правильно если говорить из общих соображений почему это не совсем правильно представь вот эту позицию представь что белым дали каким-то образом ход они сыграли слон d3 после того как белые сыграли слон d3 ты пойдешь f5 белые прибьют еф и после коня f6 ферзи 2 ты получишь плохую структуру с пешками d6 и d4 все было бы совсем по-другому аааа понятно все понял это одна из идей ну я наверно сейчас звучу как очень глубокий тонкий позиционный жматист но не хочу никого вводить заблуждения в первую очередь это так только потому что я долго и глубоко смотрел конкретно данный вариант ну в принципе это действительно мы вроде мы сейчас долго говорили но на самом деле всего лишь одинский ход поэтому здесь действительно видимо ферзи е4 да и е плохо играть тогда вы отверли на ферзи е4 это именно сколько плохо значит ход программа да ход может быть любой главное ничего не изменять свою позицию скажем так б6 изменяет свою позицию после слон d5 у тебя фигура зависна точно то есть конь а5 было довольно близко к истине потому что после слон d5 еd fxd5 у черных все равно есть компенсация но конь стоит глуповато на ответ проще всего сыграть fc7 ааа так это точно да потому что помимо всего прочего после слон d5 еd rd5 кунь b4 здесь кроме даже после слон е6 у черных хорошая компенсация но после кунь b4 белые у черных конян c2 заведут да и там все довольно непросто то есть белые видимо не стоят хуже но и лучше тоже не стоят сложная позиция и белые за перевес не борются движок считает что позиция немного в пользу черных поэтому на d5 бить нельзя и белые должны как бы умерить свои амбиции и сыграть что-нибудь поспокойнее некоторые люди играют конь с 3 позволяют испортить себе структуру взамен так прошу прощения конь с 3 это зевок да играют в похожих позициях конь с 3 после d e d e здесь после конь с 3 как правильно олег отметил черные выигрывают фигуру так что олега не все так плохо с тактикой сегодня он прибедняет fg4 dc слона 6 g6 две фигуры за ладью выгодно для черных так что да в общем белые поэтому играют не зевают фигуру если белыми играют правый шахматист а не я играет людей 1 ну и позиция на грани маленького маленького пересовел их и радостного ничего особенного а а а а а а а а даже в этой структуре f5 пробил пробил дэнс 2 ну что это такое это делать а словно с словно дэдович стал лучше чем на цикл и коль на 5 мокр все придется идти на циршев туч черных не так плохо но м в 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 да стараюсь был бы не доволен этим ходом ну и ученых кроме ферси 7 есть еще консоль д7 тоже неплохой но здесь белые при желании могут все таки побить на d5 и после консоль 4 и ферзи 4 у черных есть компенсация но хотя конь на c2 не заходит потому что ферс не на c7 и поле c2 бит а почему не заходит? сейчас слон d7 так, слон d5 а как он заходит? ферзи 4 и ферзи 4 и ферзи 4 и ферзи 5 ну вот это один а, ферзи 1, да не, ну да, найдется какая-то компенсация D5 вот это C8, но ну хорошо, я понял не так очевидно то, что он д7 неплохой ход компьютер практически на разы D5, да, D5, да, D5 и потом ферзи не пропадает, не держит поля белые ну что такое настыр, ладно, хорошо, проверим слон d5, да? ладян d1, D5 да, ну, ладян d1, D5 ферзи 4 ферзи 4, тогда конь c2 слон d6 я тоже буду упрямым если ты упрямишься, не хочешь поверить? устало, мастер уже дает, простите, международного мастера я уже даже не помню свое звание да, и после конца 3 убило все отлично практически выиграно, по-хорошему я думаю лишняя пешка без компенсации ну, ладно, это все можно осмотреть, конечно, но и так мои лирические отступления я думаю уже не доедешься ну, может, так, это же нехорошая плача если ты еще начнешь лирические отступать, то все просто, все просто, все просто взводят ну, уже в десятом ходу, но, кстати, Никита, знаешь, чем интересно? с тем, что у нас получается такая своеобразная, как бы, не то что развод партии, а еще и с дебютной реакцией да, в общем, на самом деле, Олегу большое спасибо, потому что я как-то честно скажу, что я как-то пробовал записывать вот подобного рода ну, не поэтому трудно, а просто подобного рода ролики сам и это получалось настолько уныло, что я удалял все просто через 10 минут по Мору, я не соглашусь, по Мору очень классные ролики по Мору были чисто дебютные ролики а я вот говорю как раз про обзор партии сейчас, сейчас, ну да ну, во-первых, даже так мне веселее даже про дебют говорить, но обзор партии вообще нет, нет, нет да, проще, я поэтому вот сейчас шашу эту критику свою вот эти вот, тоже начал классические партии с Димой как раз мы разбираем у вас с Димой уже сыгранный слаженный дуэт да, 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 смотрю и ужасаюсь, как я там играл вообще столько упущенных возможностей, это просто жесть да, я тоже буду ужасаться в этом видео если мы, конечно, пройдем дальше еще одна партия что-то у меня сомнение хорошо, поехали, тут уже 40 минут, а мы еще до десятого да это такой анти-декорд обратите внимание, 14 партий из них мы потратили треть на одну треть одной партии 40 минут получается 42 мы 25 часов такими-то будем записывать это видео ну ладно, после ДЕ ДЕ он дальше пойдет в данной партии, я думаю все-таки чуть-чуть попроще то есть мой соперник, в общем-то, надо дать ему должное нащупал идею близкую к правильной да, немножко не то исполнение чуть-чуть, потому что, ну вот это снятие напряжения в разных вариантах выгодно белым вот конкретно в данной позиции я не убежден что слон Д3 хороший ход я слон Д3 не сыграл потому что после Ж6, в общем, я тут переглядывался к этой позиции у меня какие-то конкретные проблемы возникали с ходом конь СБ4 дело в том, что мне нужно каким-то образом оставить слон на этой диагонали чтоб конь на С2 не влез а если сыграть конь С3, то черные передумают и испортят мне структуру тоже неплохая позиция у белых но немножко не то, что я хотел поэтому я сыграл ладей Е1 ну и тут ничего серьезного то есть балансируют на грани равенства и плюс равно ну да, ладей Е1 это по Немцовичу скажем так это, как это называется в моей системе это называется избыточная защита, наверное, да в общем, после ладей Е1 еще ладей Е1 ход связан с тем, что я все надеялся что он наконец-то уберет коня с Д5 но не хочется все время пешку жертвовать на каждом ходу но мы расправили как, к сожалению, были другие другие планы на этот счет то есть я ожидал сейчас конь Б6 слон Д3 потом защититься, конь С3 ну честно вам скажу, что я надеялся но белый комфортный большой перерез но мой спринг сказал грават на Б6 тут мне уже немножко начало это не нравится потому что если белые сейчас промедлят то после слон Б7, ладя Д8 от их намека на перерез от намека даже намека не останется в общем ну типичная картина для этого варианта то есть пространство завоевали потенциально у черных королевский фланг слаб потому что конь С6 ушел взамен белые не развили ферзевый фланг и им вообще не удобно развивать коня с Б1 потому что клетка С3 ее отняли а клетка Д2 не оптимальная, скажем так и еще в некоторых вариантов своего зла закрывает мне кажется, что я достаточно хорошо здесь играл Т4, что вовсе не гарантировало белым перевес ну и вот тут мой соперник показал почему у него все-таки рейтинг 1826 и скажем так дернулся ну вообще по предыдущим ходам, то есть как он жертвовал пешку и все остальное сицилианская защита в концернатов играет понятно было, что он стремится к инициативе по возможности ну и вообще это типично для итальянских шахматистов как ни странно а, я забыл уточнить имя и фамилию моего соперника потому что я забыл о том, что вы, к сожалению, не видите весь экран его зовут Клаудио Расселли достаточно уже в возрасте за 40 лет и шахматист, представляющий Италию теперь g4 ответил f5 ну, е в ход вынужденный слон f6 в общем конь d2 в белых уже наметился существенный структурный перевес здесь еще одно странное решение конь e5 я не могу понять, чего он не видел потому что после конь e5 слон e5, конь f3 ну, как-то у белых внезапно все стало хорошо и конь встал на практически идеальную клетку и слон на c1 сейчас разовьется черные испортили себе структуру и вообще сейчас уже черные будут отставать в развитии наверное последовал слон f6 вот тут я сделал неплохой ход если не ошибаюсь даже первую линию нашел я давно, кстати, хотел предложить этот ход верни, Никита еще назад я просто боялся озвучить тут вот я и шезь, да здесь проходило или нет? просто я думал, может связка здесь просто будет какая-то ну, вот не проходило, да вот здесь, видимо, какая-то связка даже может найти почему не проходило это несложно так хорошо бы сообразился ну, вообще действительно d5 да, это серьезно достаточно а почему не проходило? я не удивлю, что на самом деле не одна причина бом я вот только сейчас увидел еще одну красивую причину почему это не проходило конь d8 не знаю нет, конь d8 конь d8 слон d5 по-моему, как раз в данном случае в данном случае не проходит как раз нет видимо конь d8 это еще один самый сложный способ доказать почему это не проходит конь d8 слон d5 ферзи 1 что-нибудь что-то там да у тебя e1 ферзи e1 конь e1 слон же 4 слон бьет a8 слон бьет b2 и у белых еще одна ладья потеряла стоп, 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 Никит неправильно ладей e1 или шаг король h8 да, король h8 выкатери и держи да нет нет, ну даже тут у белых нормально скажем так поэтому, да конь d8 чуть-чуть, но не проходит я прошу прощения что я сземнул такой шаг даже там же слон h8 еще в конце нет, ну у белых слон b2 у черных слон b2 ну да и даже там даже там конь c3 у белых минимум близко выиграно но даже без всех этих ухлечений у белых просто лишняя пешка здесь жестоко а конь d8 не проходит конь d8 да, но конь d8 было близко было красиво, но да так, а как же тогда блин доказать то может просто ферзь d7 во ферзь d7 это то, что я планировал как ответ ну потом нашел не знаю, должны сейчас проверить но не рад, что есть еще способ после ферзь d7 белые просто не могут материал собрать абсолютно очевидно то есть нет нет ходов да, это не сложно слон d5 ферзь d5 ничего не изменилось здесь оценка компьютера минус 3 по-моему постановка ферзь d7 первой линии и это действительно кажется не единственный ход потому что я вот сейчас подумал, что может быть можно сыграть слон е6 и на ферзь е6 король h8 и как ходить белым а, ферзь d5 валя d8 там свечит первая горизонталь видимо да, после ферзь d5 мне кажется, что там много ходов например, конь b4 есть ход даже с одной стороны конь идет он c2 с другой стороны белые не могут отвлечься от слона c4 и на ферзи c4 и на ферзи c4 будет ладя е8 а, ладя е8 ферзи а не подожди я провожу а не подожди а не подожди а не подожди а не подожди да, моя красивая а здесь наверное что здесь может быть конь b4 да, моя идея была связана с ходом конь b4 ну видимо все конец на конь b4 это мат по первой я указываю это мат это мат это мат это мат а иначе что делать ну надо убирать ферзя и защищать слона но здесь у черных приятный широкий выбор я думаю, что конь c2 убедительно но самая сильная ладя е8 ну да здесь уже все здесь не вылез сейчас на ферзь е2 есть ход конь е2 чего на ферзь куда фу, ферзь е2 ферзь d1 ну да, конь е2 есть самое простое действительно ну конь c2 по-прежнему никто не отменял в общем все плохо да хорошо возвращаемся вот это уже пошли тактические варианты до этого были стратегические сейчас тактические да, ну оставшиеся часть партии будут будут тактические варианты я наверное спрашиваю от Олега нотацию потому что ему предстоит упражнение тактическое в конце чуть-чуть посложнее я не хочу чтобы он подсмотрел ответ и да дорогие зрители к счастью наши не могут подсмотреть ответ так что хотя бы хотя бы что-то хорошее в общем после коньев 3 слона f6 я ударил уже на е6 что было спорным это было спорным решением можно было сделать любой ход там h3 например и белые сохраняли позиционный плюс но а здесь уже ферзь d7 не проходит да ферзь d7 очень красиво не проходит вот сейчас начнется мучение а может быть и не мучение а может быть и легкая прогулка тактическая решай единственный способ опровергнуть ферзь d7 в белых вообще мне должен сказать что мне нравится эта партия она довольно много времени занимает потому что действительно много симпатичных практических ресурсов от партии от партии с 1826 я такого не ожидал скажу честно я должен белыми сейчас доказать что это не работает да? нет ты должен белыми доказать да белыми найти выигрыш должен да я буду доволен если ты хотя бы найдешь способ не прыгать ну хорошо сейчас будем искать тут по моему есть один способ не проиграть и один способ выиграть так да да тот способ который вот не проиграть он тоже не очень не очень приятный да тактики здесь много конечно много очень много связок скрытых ударов ну хорошо владей 6 наверное на ферзи 4 на ферзи 4 с лундыкя и на ладя f7 соответственно это как ее глубокомысленно не злон уф7 яна ладей f7 он е6 так и так нет чуть мотать ему так 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 не интересно я правильно размещаю правильно по хорошему ты можешь побить на е6 и убрать ладью и убивать много фигур за ферзя ну да самая самая а еще намного а еще намного сильнее все-таки взять слоном да и вот эта позиция совсем плохая потому что вот сравнив белых намного лучше координация здесь ну да согласен то есть это просто ну ладно хоть это нашел да ну и давай для зрителей уточнили что ну черные должны брать материал вешкой взять нельзя из-за связки конем нельзя взять из-за связки надо брать ладьей ну или брать ферзя но мы это уже обсуждали ну и белая зеркалька остается просто дс с магоном лишнего материала потому что еще и слоновозье в конце да да ну не сложно но тем не менее надо было это учитывать потому что иначе сразу проиграть можно ну а способ другой способ не проиграть эту позицию сразу но он очень непривлекательный для белых но он существовал это вот такой вариант здесь можно слон д5 сразу пойти ничего не меняет то есть тот же сад там же слонная позиция ну у белых лишняя пешка но как-то с такими слонами да зачем если есть ход ладья f6 да я боюсь что у белых хуже здесь им предстоит тяжелая бойба за ничью я что-то тоже боюсь не смотря на лишнюю пешку там же слон на c1 ужасный и слон на e6 на пешку c2 давит а ладья на c8 через c2 пойдет и как-то вообще ну да тяжелая позиция ну а все остальное просто отдает ладью так что или ладья f6 или тяжелый эндспид или сдача посуды это и вариант ну да ну хорошо ладно давай дальше пока я действительно не вижу радио этой нотации поэтому для меня это как я тоже тренируюсь как решать задачи на чест-темпо но в этот раз пытаюсь как это говорят мыслить как международный мастер да что не всегда хорошо в общем после ладья наверное я думаю что нормальные международные мастер постарше меня и посолиднее пошел бы здесь например ладья b1 мне нравится и спокойно продавил бы несчастного 1826 без всяких проблем в партии я уже довольно быстро начал жалеть что я съел это беж хотя ход первая линия здесь мой соперник очень долго продавал минут 30 ничего не нашел лучше чем ход слон b7 и ход слон b7 вот несмотря на кажущуюся ну бредовость в том плане что отдали вот обратите внимание белые только что съели пешку и подставили ладью под бой черные демонстративно под связку под рентген под все черные демонстративно уводят слона с этой диагонали и вообще конечно что мой соперник нашел такой ход он молодец ну вообще да видно что человек по моему на 1826 играет ну да судя по всему да просто такое ощущение Никит по это нечудимый тебя не назвал уже привык Дима вот просто такое ощущение что бывает такое вот если например я должен играть в российском турнире допустим буду в такой же форме как я был на этом мемориале Батвиника и получу стартовый допустим там 1850 или 1900 дело в том что в следующий турнир если я даже выигрываю под ноль я получу максимум там плюс 30 очков да это правда правда я должен отметить что последнее время политика Фиде относительно рейтингов изменилась и теперь они меняются чувствительно быстрее как в лучшую сторону так и в худшую так что в общем кому интересно кому интересно почитать их англук насчет рейтингов ну суть в том что для тех кто сыграл меньше 30 рейтинговых партий рейтинг меняется в 1.1.3 раза быстрее чем раньше для всех людей он меняется в 1.1.4 раза быстрее чем раньше для юниоров моложе 18 и имеющих меньше чем 2.300 он меняется в 2.5 раза быстрее чем раньше ну а для меня он меняется так же как раньше начиная с 2.400 ничего не изменилось к сожалению я успел вот турниров в Будапеште зацепить изменения ну коэффициент 20 вместо 15 то есть то о чем я говорил то есть я поднял на 10 пунктов больше чем поднял бы при других обстоятельствах и это единственный турнир на котором я поймал этот общет то есть до этого это не ввели еще а после этого у меня уже 2.400 стал так что в какой-то степени мне не повезло может уже 2.500 дымил ну это очередной никому не нужно лирическое отступление так что да слон б7 было сыграно херзей 4 ну белые наращивают давление на этого коня да обратите внимание опять добровольно подставляются под черного слона и дело в том что нельзя конем уходить и заводятся шлисть а нет конем ну конем конем уходить нельзя потому что белые дадут любой скрытый шаг и выиграют да 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 просто потому что он на цехе защищен да в зависимости от ситуации но я думаю что несколько ходов будет выигрывать так что коня лучше не трогать но тем временем белые сами хотят съесть коня так что надо его защищать ладьей видимо ладьей 8 да то есть вот казалось бы у белых лишняя пешка и они как бы создают больше связок но дело в том что конкретная позиция если белые могли бы сейчас убрать все назад и как бы убрать все фигуры из подбора они чувствовали себя комфортно с лишней пешкой но фигуры висят и у белых и у черных и надо вот наращивать давление я должен сказать что я доволен собой видимо в тот момент я еще находился в неплохой форме это она потом несколько испортилась нашел здесь достаточно сильное решение сыграл кунь g5 на полном на полном да я могу сказать что мне это было очень приятно в данной позиции потому что я подвесил очередную фигуру как бы если что-то куда-то вдруг отскочит то я не отделаюсь я не отделаюсь там потери пешки равным ну здесь пока ничего не было не отскачивали да мой соперник холодно и сильно ответил уже 6 ну это единственный ход по-моему если в такую позицию буду спрашивать то это действительно никогда не закончится я сыграл со мной в 4 ну да это такой ход не сложный но такой эстетически достаточно приятный в том плане что белые подвесили очередную фигуру очень красиво кстати позиция странная до этого момента будут удивлены потому что начиналось все не так да и вознаграждены за свое долготерпение скажем так ну это как фильм Интерстелла не знаю Никита ты смотрел? смотрел к сожалению на английском языке вместо там кинотеатра зато в Аймаксе на большом экране ну вот я тоже ходил и там вот как раз тоже самая ситуация там первый час идет полная муть ну почему полная муть? ну конечно проигрывать второму и третьему часу скажем так ну без этого первого часа не обойтись так же как и в этой партии кстати ты же не можешь такую позицию поставить и играть ее с самого начала он должен получить ее сначала вот скучная завязка но потом взрыв мозга обеспечить нет Нолан молодец Нолан снимает не настолько идиотское кино как большая часть других голливудских режиссеров сейчас меня это радует то есть в какой-то степени ну ладно я опять буду отвлекаться от темы попсовость скажем так присутствует но все равно лучше чем большинство других режиссеров все все хватит про кино давайте покажем почему сейчас Ф4 не работает давай покажем не хочешь показать ладно и буду издеваться не работает проще всего потому что можно взять ферзя и пойти ладей Ф6 например ну да я не уверен что это единственный способ но это тот способ который я прямо вот сейчас придумал а что хорошо на король Ж7 ладей Ф4 да это я уже видел а вот на король Ж8 поэтому надо играть а на король Ж8 конь Ф7 на король Ж8 да на король Ж8 конь Ф7 и если король Ж7 то слон завис в конце вариант а можно ладей Ф4 наверное да и ладей Ф4 можно с тем же успехом ну ладей Ф7 значит самое упорное но это уже совсем плохо ну кстати вилка кстати сохранилась по прежнему белая видимо все равно черная Ф7 не могут унести ноги здесь уже отдали материал и будут давать ее впредь потому что да ну Ф4 не работает конь Ф4 не работает по более красивой причине наверное вот почему вот почему конь Ф4 не работает конь Ф4 не работает да так надо какой то шаг сделать скрытий весьма логично хватит да ладей Ф6 видимо проходит ладей Ф6 да ну ладей Ф6 второсортный ход потому что значительно сильнее срагает ладей Ф7 шаг или ладей Ф6 или ладей Ф6 и после короля Х8 ладей Ф7 слон Е4 неожиданно такой мат возникло ааа вот как красиво вот это да вот это красиво да то есть ладей Ф4 всего добились поменяли ферзей сейчас будут праздновать но к сожалению без короля не попразднуешь слушай партия конечно просто блещет такими связками завязками очень интересно да что то было преобразно и после ферзей Ф5 у меня большое искушение есть конечно дать вот эту позицию на решение но к сожалению это будет не совсем корректно потому что кроме того что я сыграл здесь есть сильная дуаль слон Е5 да слон Е5 на слон Е5 на слон Е5 ладья Ж6 или даже может ферзей Ф5 а ферзей Ф5 маты да ладья Ж6 да ну в общем слон Е5 выиграл а мой ход ничуть не слабее слон Е3 и тут тут черным надо было отступать ферзей Ф7 и после ладья Д1 кажется смотрятся с очень плохой позицией тоскливой там уже пришлось бы бить коня и вот здесь как то там сразу все не терялось но у белых два слона и черные уже не могут нападать на белые фигуры у них то есть и позиция хуже и пешки не хватает мой соперник здесь продумал довольно долго у меня было и есть полное ощущение что он знал что его ожидает но либо он решил дать не исполнить либо он решил что вдруг я не найду он сыграл конь Б3 и на мое большое счастье я ожидал этот ход потому что в противном случае то есть получить вот такую позицию было мне очень приятно у белых есть возможность дать раз два три четыре пять шесть шесть скрытых шахов в этой позиции из них выигрывает один более того у белых есть опять же как позиция которую мы уже обсуждали у белых здесь есть один способ не проиграть и один способ выиграть и способ не проиграть сложнее чем способ выиграть жестоко вот эту позицию хотел дать на решение так ну основная трудность конечно чтоб глаза не разбежались так 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 щас я смотрю ага ага одну нашел ну давай предполагаемо предполагаемо выигрывающую да да чуть 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 меня сейчас не спрашивают не сними вадеев шесть хорошо я слышу тебя отлично ты нашел предполагаемо 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 выигрывающую или нет прошу прощения алло поехали да видимо мы поехали действительно в общем Олегу не повезло в том плане что как раз вот у меня выбило интернет в тот момент когда он считал вариантов эти позиции может быть мы просто сделать это заново но вадеев шесть да и вот я а да я отчаянно пытался у тебя спросить на видео как вадеев шесть это предполагаемо выигрывающий ход или делающий ничью я вот скорее всего подожди я смотрю вадеев шесть хорошо если ферзь и четыре не уничтожаем да ты можешь пока привести варианты вот которые ты считал вадеев шесть вадеев шесть это мат хорошо это мат вот такой вариант есть давай 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 я его покажу и мат по большой диагонали да это я рассчитал это легко ну вот я не вижу что на коньце четыре потому что коньце четыре ферзь е5 шах уже невозможен то есть вадеев шесть шах это шах ты хочешь чтобы я ввел ну да вадеев шесть ну хорошо ну можно вадить давай вадеев шесть вадеев шесть вадеев шесть коньце четыре вадеев шесть здесь уже наверное видимо не проходит потому что просто король h8 это полный бред ничего не получается да поле е5 прикрыто вот и поле е7 прикрыто но видимо может быть здесь есть ход какой-то ферзь басейн например ферзь басейн а нет ферзь басейн ферзь е5 все вижу вадеев шесть да ферзь тогда получается что здесь тогда на конец эфири владеев шесть так конец владеев шесть конец 4 тогда видимо херзь е6 остается херзь е6 король король аж восемь аж восемь аж восемь да ну и вот здесь опять ничего не вижу что ты мне подказываешь почему потому что здесь ничего и нет ну не знаю вот этот вариант проходил а этот нет значит это не проходит так что владельцев убираем просто это очень интересно с точки зрения расчета то есть шесть 4 выигрывает а конец не выигрывает поэтому ход красивый но неправильный аллоу да да а мне просто интересен ход твоих мыслей а а так тогда что же делать подожди как же выигрывать то если у меня есть 7 у меня есть 7 опять все 4 опять ничего не добились здесь короче за первых выигрывает да какой то хост Kristine один ход выигрывает и один ход приводит к позиции к которым ход первая линия приводит к позиции которую компьютер оценивает плюс двенадцать вторая линия приводит к позиции которую компьютер оценивают плюс 0 двенадцать то есть в 100 раз меньше хорошо в другом нитьיה nodes cxb7ол cruspad fishb7 пошли м Грозить мат на чуть-чуть. Хорошо. Так, чисто для интереса, что задумано на слон G5? Слон G5, тогда водя G6. Хорошо. Что задумано на ферзь G5? На ферзь G5 задумано... Так. Сейчас. Здесь же можно ферзя отобрать, не знаю, как-то много, наверное много, да? Так, кстати, пока... Ладно, сейчас быстро поведу все-таки вариант, про который Олег говорил, потому что Олегу все понятно, но, наверное, не всем. То есть, сон G5, Олег имел в виду вот этот мат два хода. Брать ладью нельзя, потому что шаг двойной, вскрытый, в общем, по-всякому. Да. Вот, а вот в G5, соответственно, видимо, водя G6 не проходит. Ты имеешь в виду, можно съесть ферзя, да? В G5. Сужен, мне кажется, Мнал много будет, конь C4, конь водя G5, сон G5. Да, причем будет настолько много, чтобы белого здесь не ищу, будет за счастье сделать. Скорее всего, они не сделают. Это нет, это не то. Потому что ладьян D2 лезет, и у белых самих проблем с хорошо. Возвращай и возвращай назад. Поэтому здесь, конечно же, не водя G5, наверное. Надо что-то другое находиться. Видимо, водя G3 шаг. Кррррх8. Кррррх8. Так. И что у нас по позиции получилось? Все-все-все по руму. Да, и Олег Саламаха проиграл в поле чудес суперигру, но выиграл основную игру. То есть, нашел линию, которая оценивается компьютером в 12 сотых пешки в пользу белых. Вот это вот вторая леди. Единственная, которая не проигрывает, помимо основной. Хорошо. Возвращай тогда назад. Терсбсейн, значит, не проигрывает. Хорошо, я это не нашел. Терсбсейн не проигрывает. Владелев 6 проигрывает. Это мы уже тоже начали. Да. Значит, остается, значит, что-то, что... Так. Что же остается? Что же, что же остается? Segur… Блин. Никитая, счета получше будет, чем у меня. Да. Ну что же остается? Все может быть. Но на самом деле, может быть не так сильно, а лучше. blahbl Водей есть Нитуал. Возьми URG, кр까요? Н بعد, крыльце не системиум. так-так-так-так а так подожди-ка, подожди подожди я пытаюсь сам понять что это заходит как ты-то плохо хочет такое ээ я и 7 будет вообще-то еще за 7 мат а что-то такое смотрел по-моему если я не ошибаюсь по моему да я согласен что то наверное не так легко здесь найти а продвижение если я не ошибаюсь она заключается вот в этом варианте я из принципа тоже не использую движок сейчас хотя мог бы и вы где-то не увидели дорогие зрители но не будут ух ты вот это поворот да и что то у меня по моему белых больше фигур повисло да и бесят практически все фигуры у всех но белый шуток украшен а у нас все король фигуры осень да и может быть как же 7 и по прежнему вилка на слона и на ладью на фиг за то есть нет подожди слона ф8 а слон и ф7 король же 7 и слон же 6 я не думаю что двумя фигурами сможешь замотовать да хотя с некоторым скажем так скрипом отметаем ты не забывай что я должен был это посчитать перед слон е3 и у меня перед конь вместо помимо конь е3 была еще куча других ходов которые надо смотреть но да пока я потратил минут 20 на весь решет и пока меньше и я кстати во время партии видел запасной аэродром сфер с бассейн должен сказать что когда я исполнял собственно выигрывающую линию я так скажу долго и нудно перепроверял на мой соперник смотрел на меня довольно странно а нет или а подожди ну-ка ладья е7 шах я е7 шах опять ферс 4 проходит ферс 4 а на конь с4 что было задумано на конь с4 ферс е6 а да красиво ферс 4 проходит ну как раз 8 мат правильно ну вот я вот я и всем не будем показывать потому что ну да это понятно вот но все еще и в сши Я показывал эту позицию своему соседу, соседу, в смысле он живет в Женеве на соседней улице, с рейтингом за 2-300, и он эту позицию не решил. Ну, куда уж мне тогда с моим? Ну, он минут 5 смотрел, потом его надоело, но я имею ввиду, что когда я ему показал решение, он был очень удивлен, как можно было такое не решить. Ну, опять же, дело подводит только то, что у них слишком много возможностей. Очень много. Ну, вот я не вижу, блин, все вроде так хорошо, но вот что-то везде все опровергается. Хотя вы подсказку сделаете какую-нибудь. Подсказку? Я дам такую подсказку, она может оказаться достаточно чувствительной. В главном варианте белый дает мат в 4 хода. Хорошая подсказка, да. Не, ну а чем плоха? Ну, я тоже ничего не говорю. То есть, настолько, не то что главный вариант, потому что я решил, что он главный, либо черный получает мат в 4 хода, либо они отдают просто такое количество материала, что это даже обсуждать не надо. Да, высоко. Ну, ладно, здесь дело не в счетной машине, а в том, что я аж говорю, он. Это, наверное, позиция такая странная, действительно. Потому что, поверь мне, посчитать этот вариант, визуализировать, скажем так, конечную позицию, у тебя проблем не составит. Ладно, показывай решение. Давай. Где f6? А, все-таки ваде f6. Конце 4. Я просто уже этот вариант вообще отмел, в конце 4. Где же 6? Кардаш 8. Ух ты! Вот это вот я не видел. И вот в этой позиции я сдался на соперник. Не дал мне исполнить. Да, это очень красивый, Никит, просто. Я чуть-чуть не досчитал, блин. Согласись, просто увидеть эту позицию несложно. Дело в том, что у белых слишком много возможностей. В какой-то момент они начинают одна наплывать на другую и становится как-то мудрой. Я понимаю, в чем проблема у этой позиции. Ты далеко не первый, у кого будут проблемы. Вот это вот красиво. Вот этот ход прям выпал просто из поля зрения. Это просто отличнейшая позиция. Да, ну покажу на всякий случай, что на любое взятие ходи, и мат будет. Очень красиво. Ну а... Это просто не гидит права. Да, жаль только, что соперник, конечно, не такой, какой ходил. Ну, сдать материал здесь можно... Я показал, да? Я показал, что будет. Что-что? 34 я показал, что у меня есть. А, да, ну ладно, давай еще раз покажем. Брать опять же мат будет. Тут тоже мат. Кстати, симпатичные эхо-варианты. Два разных взятия и два разных мата. Прям что-то из композиции. Ну а сдать материал... Нет, партия очень интересная смеха. Да, сдать материал... Да, слон Д5, кстати, тоже не помогает, потому что... Это опять мат на Е5. Черные опять перекрыли это в сферу воздействия фигур. На конь Д5 то же самое. Поэтому, ну, здесь надо играть Ладья-Ладья-Ф7. Но, да, позволите уже не показывать. Белые просто, ну, как угодно побеждают. Можно пойти Ладья-Ж6, кстати. Можно просто съесть и потом вилл какой-нибудь сделать. Ну, в общем... Тут реально редкий случай, когда говорить вообще не о чем. Можно потом взять слона на Б7 следующим фоном, например. Ну, плюс 12, здесь оценка компьютера вполне заслуженная. Причем можно пытаться мат ставить, можно материал съедать, можно вообще фердаж 4 против следующих фонов. В общем, жестокое убийство ты совершил. Содержник, наверное, после этого просто все партии подряд проиграл. Я же сказал, что он набрал 3 из 5. А, 3 из 5, то есть он проиграл тебе и еще кому-то? И сделал 2 ничьи. Так что должен сказать, что он... Ну, хорошо. Ну, вот. Как ты считаешь, в этой же части записывать вторую партию? Нет, конечно же нет. Здесь мы сейчас прощаемся со зрителями. Партия у нас очень длинная, интересная. И другая партия, конечно, там речь уже о другом пойдет. Да, вторая партия, скажем так, серьезно наступает первой. А вот третья снова достаточно интересная. Но все равно будем записывать по порядку. Про второй партию тоже были интересные моменты. Так, в качестве краткого анонса скажу, что я был очень близок к тому, чтобы устроиться человеку с рейтингом 2.0.30. Который в дальнейшем сделал вот с этим моим соперником ничью, кстати. Хорошо, сейчас посмотрим. Давай тогда заканчиваем с этим роликом. Спасибо всем за внимание. Большое спасибо всем, кто выдержал просмотр данной партии. Надеюсь, что концовка, ну и вот эти всякие различные варианты со связками и тактическими осложнениями вас порадовали. Всем спасибо за просмотр. С вами были Александр Мах и Никита Петров.